Привет, я Маша. Сегодня я с вами решила поделиться своей коллекцией толстячков. Под толстячками я буду понимать книги от 700 страниц и выше. Их накопилось достаточно много, поэтому не будем затягивать. Начну, пожалуй, с тех книг, которые я уже почти прочитала, вернее, с трилогии, которую я почти закончила. Под определение толстячков из этой трилогии заходят только две книги. Это книга вторая и третья из трилогии Брэнтона Сандерсона «Рождённый туманом». Это вторая книга «Источник Вознесения», которая у меня уже является прочитана. И «Герой веков». «Герой веков» я планирую прочитать в ближайшем времени, чтобы с этой трилогией уже разобраться. Эта трилогия нам расскажет о очень мрачном мире, в котором постоянно туманы после наступления темноты, в котором вместо дождя идёт постоянно пепел. И в этом мире, где правят, грубо говоря, определённые люди, и есть, грубо говоря, опять же, рабочий класс, который этим людям прислуживает, практически не получая ничего взамен, появляется некая шайка, которая хочет противостоять сложившемуся порядку и хочет пойти против. Хочет, чтобы СКА, то есть рабочие люди, были свободны и чтобы они имели какие-то права. И вот эта шайка собирается и хочет пойти против вседержителя. Вседержитель — это здесь повелитель, который бессмертен, и который правит уже неизвестно сколько времени, и который всё держит в своих руках. Мы будем за этим всем делом наблюдать. Одним из представителей этой шайки будет являться Кельсер, который является такой очень знаковой персоной, который сбежал из ямы Хатсина. Грубо говоря, это как тюрьма на нашей реалии, если переводить. На своём жизненном пути ему повстречается Вин, который тоже, несмотря на то, что она сама в себе этого не подозревала, окажется очень важным членом этой банды, и она сможет очень во многом им помочь. Разглашать какие-то подробности я, пожалуй, не буду. Я снимала отдельное видео на первую книгу этой трилогии «Пепел и сталь», и на вторую будет прочитана в скором времени. Хотя во второй, понятно, особо сказать нечего. Если говорить о количестве страниц, то во второй части здесь 701 страница, то есть подходит под моё определение, и в третьей части 702 страницы. Далее любимый и неповторимый Стивен Кинг, 11, 22, 63. Книга, опять же, у меня прочитана, есть на канале видео. Эта книга нам расскажет о школьном или университетском учителе Джейке Эппинге, у которого есть знакомый в закусочной, который ему однажды звонит и срочно просит приехать к нему в закусочную. Что Джейк и делает? Ну, очень нехотя, он действительно хотел уже ехать домой после трудного рабочего дня, но потом понимает, что приехал не зря, потому что там происходит что-то невероятное, такое настолько невероятное, что он начинает сам сомневаться в своей вообще адекватности. В чём, собственно, эта ненормальность заключается? В закусочной у этого его товарища есть некий портал, некий портал во времени, который снова и снова при каждом заходе в него переносит вас в определённый год. Какой именно? Уже не помню, врать не буду. Ну, в общем, этот товарищ Джейка задался целью предотвратить убийство Кеннеди. И этот портал очень интересно устроен. Каждый раз, когда ты туда заходишь, время в реальном времени, вот откуда ты пришёл, в настоящем, оно проходит то ли две минуты, то ли того меньше. Но когда ты туда переходишь, для тебя время идёт по-прежнему. Ты также стареешь. И если ты, допустим, в этом мире провёл 10 лет, то ты возвращаешься постаревшим на 10 лет. Несмотря на то, что в твоём мире, откуда ты пришёл, прошло всего лишь две минуты. И вот этот товарищ Джейка, как-то раз уйдя туда, возвращается уже через какое-то большое количество времени, большое количество лет. И, естественно, он постаревший, он болен раком, он вот-вот умрёт и понимает, что ему необходимо найти последователя, который бы закончил это дело за него, то есть предотвратил бы убийство Кеннеди. И вот он этим наследником, грубо говоря, выбирает как раз-таки Джейка, который, конечно же, не хочет соглашаться, но понимает, что его товарищ находится на смертном Андре, и, в принципе, всю свою жизнь он посвятил именно этому. И принимает это приглашение. Хотя, конечно, потом он неоднократно об этом жалеет. И вот дальше мы будем наблюдать за этим перемещением во времени, за тем, как он будет находить возможности предотвратить то, что должно произойти, и найдёт ли он утешение в том, что в итоге сделает. В общем, очень здесь много интересных подробностей. Вот прямо даже сейчас рассказываю, меня снова возвращает в эту атмосферу. Я снова ностальгирую. Очень интересная книга с потрясающей атмосферой Америки, которую я очень в книгах также люблю. Снова Стивен Кинг «Противостояние». Это моя самая любимая книга у Кинга в принципе, да и в жизни. Одна из самых любимых. Эта книга расскажет нам о мире, в котором из секретной лаборатории в Америке выбирается вирус. Его разносит один из сотрудников этой лаборатории. Этот вирус развивается очень стремительно. Он заражает буквально в течение нескольких часов человека, и через сутки или через двое он уже умирает. Никак вообще вылечиться от этого вируса невозможно. У кого-то просто есть к нему иммунитет, непонятно почему. Такие люди, естественно, не заражаются, они остаются в живых. Но это малюсенький, совсем малюсенький процент всего населения. В общем-то, в кратчайшие сроки население Земли просто выкашивает, и остается вот определенная группка людей, которые в итоге тоже делятся на две части. Те, которые идут за добром, и те, которые идут за слом. Если говорить очень грубо. И вот в конце нас должно ждать это противостояние. В силу главной темы этой книги, то есть эпидемии, которая выкашивает полчеловечества, полнаселения Земли, это очень в тему мне зашло на карантин. И это именно то время, когда я эту книгу читала, прям вовремя прочитала за пару дней, несмотря на такой гигантский объем. К слову, здесь 1304 страницы, дамы и господа. Прочитала за пару дней, потому что невероятная атмосфера, очень интересная, очень динамичная. Хотя не все эту книгу воспринимают нормально в плане повествования. То есть кому-то она кажется затянутой. Мне нет. Мне все было просто идеально. Далее книги, которые я еще не читала. Это Робин Хобб. Это ее сага о видящих, которая состоит из трех книг. В первой книге собраны две. Это ученик-убийца и королевский убийца. Еще не запомнила. И третья книга — это странствие убийцы. Здесь речь пойдет о незаконно рожденном сыне короля, который будет жить во дворце, воспитываться там же. И когда подрастет, будет выполнять приказания своего отца короля. Но несмотря на то, что он является такой пешкой в руках короля, у него все равно будут свои какие-то мотивы для действия и свои рычаги, за которые он будет передвигать, которыми он будет двигать. Поэтому что-то интересное здесь должно быть. С кучей наверняка дворцовых интриг. Все это приправлено небольшой щепоткой фэнтези. А может быть и большой, не могу сказать. Но что-то явно интересное. Я очень наслышана о том, как потрясающе пишет Робин Хобб. Мне хотелось бы как-то детальнее все-таки с этим познакомиться, помимо отзывов, самостоятельно. Я думаю, что в этом году я точно эту трилогию закрою, ну а дальше перейду уже к последующим. Если говорить об объеме, я не знаю, насколько честно вот эту книгу сюда, в эту подборку приплетать, потому что здесь вот такие две книги. Но с другой стороны, это же одна книга, правильно? Все, все правильно. Здесь 989 страниц. И в третьей книге 832 страницы. Книга, которую я прочитала очень-очень давно, но это Шантарам Грегори Дэвид Робертс. Кстати, у него выходит буквально скоро еще какая-то книга, я уже не помню точно какая. Я хотела прочитать продолжение, но на тот момент, когда я его хотела купить, и вот именно в таком же формате, чтобы они у меня две одинаковые стояли, они закончили. А в мягком переплете я покупать не хотела. И, в общем, так прождала. И потом получилось, что все, уже поздно, потому что перечитывать я это не хочу явно. А просто так ни с того ни с сего читать вторую книгу будет достаточно проблематично, да и, наверное, неинтересно. Здесь речь пойдет о человеке, который был осужден к 19 годам тюрьмы, лишился родительских прав, но на второй год он сбежал из тюрьмы строгого режима, неизвестно как, сбежал в бомбе, где являлся фальшивоманечком, наркоманом, вступил в какую-то банду. И мы постепенно будем наблюдать за его путем исцеления, можно сказать, от всего этого криминального мира. От криминального сообщества, где он будет находить свое новое место в жизни, где он снова найдет любовь, где снова ее потеряет, где снова ее найдет. Еще раз, как написано здесь в аннотации, очень тяжелая книга в некоторых моментах. Я помню, когда я читала, действительно было сложно пробираться через это, потому что там достаточно много тяжелых событий, таких масштабных, давящих. И, тем не менее, это очень интересно с точки зрения построения человеческой жизни. Как вот он идет от каких-то очень порочных своих вещей в жизни, ситуации, переходит на сторону добра, грубо говоря, как он решает покончить со всем тем, что было в его прошлой жизни, и как он раскаивается в тех событиях, которые совершил в своей жизни. Далее, любимый Кен Фоллетт, «Столпы земли». Это тоже одна из самых моих любимых книг, вообще прочитанных когда-либо в жизни. Это самый первый толстячок, который я в своей жизни, к слову, прочитала. Здесь 880 страниц. Это, по-моему, то ли трилогия, то ли еще больше вне частей, которые нам рассказывают о самых темных годах истории в Англии. Здесь собраны жизни абсолютно всех. То есть это можно назвать «Семейный сагой на исторической почве». «Исторический роман слэш «Семейный сага». Вот, наверное, так будет правильно. Который нам расскажет и о каких-то высокопоставленных чинах, и о рабочем люди. Здесь у нас во главе, я помню, будет стоять мужчина рабочий, который занимается строительством, но он архитектор, если говорить грубо. У него в голове постоянно крутится очень много деталей именно строительства, особенно строительства церквей, храмов. И мы постоянно будем снова-снова это переживать. Здесь я узнала очень много слов для себя из архитектуры. В общем-то, это очень интересно. И мы будем наблюдать за теми лишениями, которые он будет испытывать на протяжении своего жизненного пути. Мы будем наблюдать за потрясающими отношениями его со своей женой. И несмотря на все эти сложные обстоятельства, на тот сложный фон исторический, который постоянно будет преследовать их на протяжении жизни, логично. Будем наблюдать за этой чисто неподдельной любовью. Это настолько динамично. Вот тут 880 страниц, но они читаются просто в лед, как будто бы их тут 150. Это настолько интересно, что даже просто вот не передать словами. Если вы еще не читали, я вам очень советую. Если вы вообще не знакомы с Кеном Фоллитом, вот это даже для знакомства идеальная книга. Мне кажется, это понравится каждому, кто попробует это почитать. А вот следующую книгу Кена Фоллита я еще не читала. Это «Зима мира». Это трилогия под названием «20-й век». И эта книга то ли вторая, то ли третья. Эта книга вторая в трилогии. Она относится к первой половине 20-го века и охватывает события, происходившие в канун Второй мировой войны, а также военное и послевоенное время. Главный его герой – интеллектуал и рабочий, аристократы, военные политики России, Германии, Англии и США, чьи судьбы переплелись в затейливый и непредсказуемый узор. «На их глазах рушится мир. К власти в Европе приходит Гитлер, верхшие континенты в войну, а их жизни вмещают в себя эпохальные события и неисчислимые беды и тихие радости». Вообще это присуще романам Кена Фоллета, когда он берет какую-то очень масштабную историческую подоплеку и все это рассматривает на фоне жизни как самых мелких людей, вот этих винтиков буквально, так и более крупных, которые, грубо говоря, можно назвать решалами, которые действительно имеют какой-то вес в принятии решений, политических, так как каких-то более мелких. И все это будет абсолютно гармонично между собой сообщаться и нам будет очень-очень интересно за этим наблюдать. Я не начала читать эту книгу по одной простой причине, это вторая часть. У меня в определенный момент кредит доверия к автору возрос просто до небес, и я начала брать без чтения аннотации. В принципе, оно-то ничего, это окей, но было бы неплохо сначала с первой книгой ознакомиться. А с книгами Кена Фоллета сейчас очень сложная ситуация, потому что их практически нет в наличии, очень-очень сложно найти какие-то редкие экземпляры, и, как правило, это, опять же, части каких-то трилогий или тетралогий или так далее. Ранее сказала, сколько здесь страниц. 928. Дальше книги, о которых я говорила буквально в своих последних книжных покупках. Самые красивые, наверное, которые у меня есть в библиотеке, которые, причем, стоят очень-очень дешево, даже подозрительно дешево. Для начала это Луиза Мэй Олкотт, «Маленькие женщины, хорошие жены, маленькие мужчины, ребята Джо». То есть тут целых четыре произведения, собранных под одной обложкой. Опять-таки, не особо честно, но это же одна книга, правильно? Это же толстячок, поэтому все более-менее нормально. Конкретно в этой книге 864 страницы. Далее, «Джейн Остин». Здесь 808 страниц, тоже несколько произведений. «Гордость и предубеждение», «Разум и чувство», «Сила и здравомыслие». «Гордость и предубеждение» я читала, вот эти две книги, оставшиеся, конечно же, нет, поэтому мне будет интересно с ними ознакомиться. Я вообще решила коллекционировать произведения как «Джейн Остин», так и «Сестер Бронта», несмотря на то, что не все книги, даже «Сестер Бронта», они стоят, наверное, потраченного времени, но просто в целях знакомства интересно расширить свои знания, свое знакомство с такими произведениями. Они, как правило, для меня имеют очень интересную подоплеку в виде викторианской Англии, вересковых пустошей, вот этого какой-то мрачной, тягучей атмосферы, да, вещей, но в то же время они будут дополнять идеально развитие личности каких-то главных героиней, отдельно взятых. Мы будем наблюдать, естественно, развитие феминизма, пусть и в таких мелких масштабах, плюс будем наблюдать за традициями того времени, за которыми, опять же, очень интересно следить и находить какие-то различия между современным миром и тем, который был тогда. Далее еще одно невероятно прекрасное издание — это Александр Дюма «Три мушкетера». Мне очень нравится, как пишет Александр Дюма, как писал, поэтому я тут также решила коллекционировать его произведения, у меня их докопилось достаточно много, но эту трилогию я еще не начала читать, а это именно трилогия. «Три мушкетера» является первой частью в трилогии. Здесь 928 страниц. Продолжая тема Александра Дюма, 45, опять же, в невероятно красивом издании, и «Графиня де Монсаро». Эти две книги входят в трилогии про войну между католиками и гугенотами. Первой книгой в этой трилогии является «Королева Марго», которая по количеству страниц не подходит в эту подборку, но просто знайте, что она является первой. Вторая книга — «Графиня де Монсаро», в которой сейчас скажу, сколько страниц. 920 где-то страниц. И третья книга, завершающая, это 45. Вот именно ее я пока что не читала, а первые две у меня уже завершены. Кстати, вот с «Графиней де Монсаро» я ознакомилась в рамках марафона «24 часа чтения». Так вот, в третьей книге 784 страницы. Далее — Шекспир, Ромео и Джульетта. На самом деле здесь собраны трагедии. Ромео и Джульетта, Гамлет, Принц Датский, Отелло, Король Лир, Макбет, Антони и Клеопатра. И еще тут есть комментарии. Мне очень нравится, как, опять же, писал Шекспир. Это очень проникновенное произведение. У меня даже небольшой есть поэтический его сборник, который посвящен красоте, увяданию красоты и как вот надо ценить красоту. Короче, эпицентром этого произведения этой книги является именно красота. Ну, здесь трагедии, собственно, сказать больше нечего. Обязательно как-нибудь перечитаю, потому что уже соскучилась по его произведению. Здесь 960 страниц. Далее идут книги из серии «Большие книги». И первой книгой в этой подборке станет Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», о которой я уже вскользь упомянула. Эту книгу я сейчас читаю в рамках, опять же, 24 часов чтения. Она мне безумно нравится. Я вообще не знала, что будет, когда я начинала читать эту книгу, потому что слышала очень много отзывов. И, в принципе, это очень культовое произведение. Но о чем оно и какие события оно в себе таит, я не особо имела представление. Но вот сейчас я нахожусь на 390 странице, и у меня уже сложилось очень такое яркое впечатление. Больше всего мне нравится то, как это написано, потому что с каждой, вот с первой буквально строчки, с первого слова я полностью погружаюсь в повествование. И если это война, то я нахожусь вот в гуще этих военных действий. Вернее, здесь описаны не сами военные действия, а их, скорее, последствия и существование мирной жизни вот параллельно этим военным действиям. То есть, если мы находимся в городе, значит, туда отправляются огромное количество раненых, и мы находимся вот в этом голдеже, где в воздухе стоит запах испражнений, пота, крови, где вот такое месиво, где куча людей, у которых даже лица не видно из-за сажи, которые на них есть, из-за пыли, где все растения находятся под гнетом вот опять же пыли от орудий, которые находятся вот в паре километров буквально от горы, где мы постоянно слышим, собственно, звон этих орудий. В общем-то, мы находимся прямо в эпицентре. Нас автор здесь, Маргарет Митчелл, вообще никак не жалеет, и, в принципе, оно и к лучшему, потому что так мы можем лучше проникнуться всей этой книгой, всей этой атмосферой. Маргарет Митчелл эту книгу писала на протяжении 10 лет, постоянно редактируя ее, подгоняя какие-то исторические детали, факты для того, чтобы она максимально соответствовала действительности. И, как ни печально, Маргарет Митчелл умерла в возрасте 48 лет, всего лишь ее сбил автомобиль. Как ее не просили слезно поклонники написать еще какое-то произведение, она категорически отказывалась. И вообще она очень строго придерживалась своей линии, каких-то своих принципов, она отказывалась от интервью, отказывалась от того, чтобы про нее сняли фильм и сама занималась рекламой своего произведения. И постоянно следила за переводом своей книги на другие языки, то есть она прям активно участвовала в ее продаже. Ну, а по сюжету, я думаю, вы плюс-минус опять же имеете представление. Здесь все разворачивается на фоне гражданской войны в США между Севером и Югом. То есть, опять же, мы будем находиться в центре, в гуще этих событий. Но детально, если рассматривать, то мы будем находиться рядом со Скарли Тухара, которая влюблена в Эшли, который, в свою очередь, женился на кузине своей. Но, тем не менее, он дает понять Скарли, что испытывает тоже по отношению к ней какие-то чувства. И вот Скарли постоянно находится в поисках Эшли, в поисках решения этого и их конфликта, который возник. И ей, в принципе, никто больше не нужен, даже несмотря на то, что она предпринимает действия для того, чтобы насолить Эшли, вот даже в этом плане, выйдя замуж за другого человека. Но она ее совершенно не любит. Если говорить о характерах, то Скарли абсолютно бесяча, в начале, по крайней мере. Я пока дальше говорить не имею права, потому что я не прочитала. Но я уверена, что к концу она начнет расцветать в моральном плане, хотя она это уже, в принципе, начинает делать сейчас, потому что военные действия ее очень-очень тесно затронули, очень глубоко затронули. Она уже начинает меняться. Но вот пока все равно это очень эгостичная девчонка, которая преследует свои исключительно цели. В общем, здесь историческая подоплека и детальное раскрытие героев. И еще плюсом, полное погружение в повествование. Если говорить про количество страниц, то здесь их 1088 страниц. Далее Трумэн Капота, Завтрак у Тиффани. Здесь Голоса травы, Завтрак у Тиффани, Хладнокровное убийство и Дороги, ведущие в Эдем. Это полное собрание рассказов. Здесь у нас 768 страниц. Далее Джек Лондон, Зов предков. Опять же, здесь много произведений. Сын Волка, Бог его отцов, Дочь снегов, Дети Мороза, Зов предков, Мужская верность и Белый клык. У серии, вот в этой серии Большие книги есть два произведения Джека Лондона, которые объединены общим мотивом, а именно севером и вот этой снежной атмосферы. Я хочу тоже второй сборник приобрести, пока он еще есть в наличии, но когда все-таки это произойдет, я не знаю. С Джеком Лондоном мое знакомство началось с произведения «Маленькая хозяйка большого дома», которое мне очень понравилось, но уже после того, как я книгу закрыла, отложила и начала постоянно мыслями к этой книге возвращаться, поэтому я решила расширить свое знакомство с автором, к тому же многие произведения его именно основанные на атмосфере севера, они очень известны, популярны и собирают большое количество положительных отзывов. И многие говорят о том, что они в принципе лучшие в творчестве автора. Здесь 992 страницы. Далее «Дафна Дюмарье. Трактир Ямайка. Моя кузина Рэйчел и Козел отпущения». Опять же, три собранных произведения под одной обложкой. Здесь 894 страницы. И одно из этих произведений я пока еще не читала. У Дафны Дюмарье я читала только Ребекку, она мне очень понравилась, поэтому опять же решила свое знакомство расширить. «Трактир Ямайка» нам будет рассказывать о девушке-сиротке, которая отправляется к своей, по-моему, тете, которая в свою очередь живет со своим супругом. И они ведут там свое хозяйство, владеют трактиром Ямайка, который все добропорядочные люди стараются обходить стороной. И насчет этого трактира вообще ходит очень-очень много слухов. И вот, когда девушка туда приезжает, ей в первую очередь строго-настрого запрещают выходить с наступлением темноты из своей комнаты, чего бы она там не услышала, что бы она не увидела, ей строго-настрого говорят сидеть в ней. Естественно, девушка не слушается, естественно, она начинает что-то узнавать. И, скорее всего, это что-то будет очень опасно для ее, возможно, даже жизни. Слышала достаточно много, опять же, положительных отзывов на тему всех произведений Дафны Дюмарье в принципе. И все они окутаны неким ореолом тайны, загадочности, мрачности, которые я, в принципе, в книгах очень люблю. И вот именно за этой атмосферой я нахожусь в постоянной охоте, потому что она мне очень-очень близка. Далее опять еще одна из моих самых любимых, в принципе, прочитанных книг когда-либо, это Теодор Трайзер «Американская трагедия». Это та книга, с которой началось мое знакомство с книгами, с творчеством Теодора Драйзера, и которая меня буквально к этому автору приклеила. После этого я прочитала известную его трилогию «Желание», если я правильно помню, которая мне, ну, так, не очень, когда я читала, была близка, потому что там очень большое давление, влияние имеет финансовые темы и темы промышленности, потому что это все-таки промышленный роман. Здесь больше упор делается на именно психологию человека, на его сущность и на то, как он существует в каких-либо условиях, в каких-то декорациях. Здесь мы конкретно будем наблюдать за, грубо говоря, американской мечтой Клайда Гриффитса, который является племянником богатого фабриканта Сэмюэла Гриффитса. И этот мальчик, в свою очередь, стремится постоянно к какой-то власти, к деньгам. Это то, что над ним буквально висит, как грозовая туча, что в конечном счете его приводит к роковым последствиям. Там происходит ряд абсолютно невероятных событий, за которыми было очень интересно наблюдать. Это все было настолько динамично, настолько быстро. Я эту книгу читала, вот буквально поглощала, как, не знаю, горячие пирожки. Было интересно знать, чем же все дело закончилось. Ну и потом оставалось только поражаться тому, что вообще в жизни этого молодого человека происходит, и то, как он себя ведет, то, какие поступки он считает необходимым делать в своей жизни. Это, конечно, ничего, кроме шока, наверное, вызывать не может. Кстати, эта история основана на реальных событиях. Здесь 864 страницы. Серии большие книги мы закончили и переходим к Адаму Уильямсу «Дворец райских наслаждений». Эту книгу я все еще не читала, но она ждет своего часа. Она окутана атмосферой Китая просто от и до, которой я пока что не очень готова. Здесь речь идет о времени, когда в Китае местные жители начинают очень сильно недолюбливать приезжих, которые начинают их всеми возможными способами третировать и пытаться выгнать из своей страны, потому что считают их людьми, которые искренне влияют исключительно негативно на их уклад собственной жизни. И вот здесь ситуация, при которой всем приезжим угрожает опасность, причем такая очень существенная. Здесь мы будем наблюдать за девушкой, которая приехала в Китай навестить своего отца, и ей очень сложно будет, мы понимаем, выбраться уже обратно. Здесь же находится молодой человек, то ли супруг, ну в общем-то кто-то очень подобного рода близкий, и он также будет участвовать во всех этих перипетиях, и они будут пытаться выбраться, как я понимаю. Очень интересная история, но меня здесь больше всего опять же привлекает именно атмосфера Китая и возможность подчеркнуть какие-то исторические факты и знания. Когда я до этой книги доберусь, пока сказать, конечно, не могу. Здесь 720 страниц. Ну и далее идут графические романы, это «Ходячие мертвецы». Том первый, в котором, я не знаю, 1400, что ли, страниц. Нет, извините, 1088 всего лишь, так, пшик. Весит она килограмма три, наверное, три с половиной, то есть, ну, реально качаться можно. И том второй, здесь 1080 страниц, и того меньше, ну, просто малютки. Мне очень нравится, в принципе, атмосфера «Ходячих мертвецов», но основная тема это выживание и проявление человека, его характера, его мотивов, поступков именно вот в атмосфере экстремальной, когда необходимо выживать. Как отпадают многие принципы человеческие, как отпадает мораль, наверное, в целом, и как отпадает желание какое-то придерживаться, в принципе, моральным каким-то правилам и устоям, и как проявляется истинная человеческая сущность, опять же, в условиях, когда человека, в принципе, некому контролировать, когда этого никто не делает. Сериал мне понравился до, наверное, второго или третьего сезона, а потом там уже началась какая-то чушь, вернее, не чушь, но то же самое, что было и в первых сезонах, и мотивацию поступков героев было сложно понять, но вот здесь пока что два тома. Во-первых, тут есть определенные отличия с сериалом, здесь все выглядит как-то более логично, выверено, и все это воспринимать намного легче, опять же, в логическом плане. Несмотря на то, что я такую рисовку не очень люблю, но здесь она мне полностью вписалась в настроение, наверное, мне было очень легко ее воспринимать. В одном таком томе собрано 48 выпусков, вот как раз на 4 тома они все разделены. Конечно, я хочу продолжить свое знакомство, завершить уже, вернее, это знакомство с ходячими мертвецами, но когда это произойдет в силу их стоимости, я не могу сказать. Ну вот и все, этот парад толстяков подошел к концу, большое спасибо, что были со мной в этом видео, до скорого!